В эфире программа «Неделя города» в студии Наталья Новикова. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Мир труд май. Как предпочитают отдыхать рязанцы и куда можно пойти в выходные. Крути педали. Как выбрать двухколесный транспорт по душе и по карману. Оплати стоянку и гуляй спокойно. В Рязани откроются еще 20 платных парковок. Поехать копать огород и традиционно отправиться на шашлыки или принять участие в первомайском шествии. Учитывая хорошую погоду, которую пообещали синоптики на первомайские выходные, отдых должен получиться отличным. О разнообразии праздничных мероприятий и пожелания рязанцев в следующем сюжете. Майские праздники совсем не за горами. В этом году россияне отдыхают три дня на Первомай и четыре на День Победы. Казалось бы, не так уж и много. Но, несмотря на это, праздничное настроение уже витает в воздухе. А погода наконец-то начала шептать. Синоптики обещают, что по меньшей мере на первую половину майских выходных погода выпадет сухая, солнечная и уже по-летнему теплая. Столбики термометров в эти дни наконец-то достигнут отметки в 20 градусов. Опрошенные рязанцы, видимо, зная прогноз синоптиков, практически все как один собрались на природу. Скажите, пожалуйста, какие у вас планы на майские праздники? Где собираетесь проводить? Вообще-то за городом. Возможно, куда-нибудь прогуляюсь, пойду. Поеду на дачу в огород. Поеду к маме помогать, сажать картошку. Как обычно, шашлыки, посадка деревьев и урожая. Отдыхать на природе-то. Все дни? Конечно. Мы на дачу поедем. Отдыхать. А где будете отдыхать? Дома. На природу никуда не собираете? Может быть, поеду, может быть, нет. В турагентствах, между тем, на отсутствие желающих насладиться не местным солнцем, отнюдь не жалуются. Причем горожане стремятся отправиться в более теплые страны даже интенсивнее, чем в прошлом году. Майские бронируются хорошо. Традиционно это, особенно в нашем туристическом агентстве, в нашей сети, это Турция. Потому что безвизово и тепло, и недалеко лететь. Отличный сервис за отличные деньги. И остальной набор направлений – это и Кипр, это и Греция, это что-то экскурсионное, как Чехия. Пользуется популярностью и Краснодарский край, равно как и Юго-Восточная Азия. Отдыхать вне родины рязанцы планируют от нескольких дней до традиционных двух недель. Конечно, помимо жарких стран, копания огорода и дегустации шашлыка на майские праздники, интересно, время можно будет провести и не уезжая из города. Праздничные мероприятия начнутся 1 мая с традиционного шествия, которое начнется на Площади Победы. Колонны пройдут через площадь Ленина до Соборной, где для горожан состоится концерт с участием артистов и творческих коллективов Рязани. В тот же день в Центральном парке культуры отдыха состоится открытие паркового сезона. А 8 мая вечером в ЦПКО рязанцы смогут потанцевать под духовой оркестра, посетить большую барахолку в духе послевоенного времени, поесть мороженого и попить газировки, а заодно окунуться в атмосферу 40-х годов. Непосредственно 9 мая в 9 утра с Площади Победы начнется торжественное шествие. В 11 на Площади Ленина состоится смотр строя и песни. Далее в течение дня на разных площадках города будут организованы народные гуляния, фестивали, выставки, показательные выступления и концерты. Главным подарком для горожан станет выступление рязанца победителя федерального шоу-проекта «Голос дети» Даниила Плужникова и группы «Любе» на Площади Победы. Ну и, конечно, завершится День Победы традиционным фейерверком. До Дня Победы остались считанные дни. Уже совсем скоро мы будем праздновать 72-летие с того великого дня, когда закончилась одна из самых кровопролитных для нашей страны войн. Георгиевские ленты, как и другие символы Победы, уже повсюду. А официальный старт акции по раздаче этих оранжево-черных символов был дан единовременно по всей стране. Не стал исключением и наш город. На Площади Победы в Рязани прошел митинг, посвященный старту патриотической акции «Георгиевская ленточка». В нем приняли участие представители общественных объединений и организаций, студенты и школьники. Елена Буняшина, заместитель председателя правительства Рязанской области, поприветствовала всех присутствующих от лица Николая Любимова, временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области. Вы потомки великих победителей, именно победителей, тех, кто спас мир от войны. Я благодарю вас за то, что каждый из вас участник наших проектов патриотических и помогает ветеранам сегодня увидеть, что в хороших руках русская, российская земля. Сегодня на митинге также присутствовал и ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Алексеевич Черничкин. Он отметил, что «Георгиевская ленточка» – это настоящий символ мужества и патриотизма. Она напоминает о том, какой ценой советский народ одержал победу в самой страшной войне 20 века. «Именно вы сегодня являются проводниками и защитниками тех дней, которые мы прошли суровые годы войны. Дорогие ребята, мы воевали не ради славы, а ради жизни на земле. Вот наша победа – это вы стоите передо мной». «Георгиевская ленточка» состоит всего из двух цветов – оранжевого и черного. Черный обозначает дым, а оранжевый – пламя. Сама же лента символизирует личную доблесть солдата, проявленную в бою. Именно поэтому она стала элементом Ордена Славы Трех Степеней, учрежденного в годы Великой Отечественной войны. В этом году волонтеры будут раздавать ленты со 2 по 8 мая с 6 до 8 часов вечера. Получить ее можно будет на Бульваре Победы, а также на Театральной и на площадях Ленина и Победы. Уже сегодня волонтеры с удовольствием вручали их на митинги. У меня внутри такое восторженное какое-то ощущение. И вообще 9 мая – это такой великий праздник. И я очень рада, что у меня так получилось, что я попала в организацию «Волонтеры Победы». И вот сегодня раздаю эти ленточки. Конечно, нужны, потому что это история. Люди должны помнить свою историю, помнить подвиги, которые совершили их деды, наши деды. Вот, обязательно. Патриотизм молодежи воспитывать, а то же забыли, как наши деды нас спасли. Чтобы мы, наше следующее поколение, помнили Великую Отечественную войну, какой вклад мы несли в Великой Отечественной войне и передавали дальше. Ну, во-первых, это память, это наша Родина, это наша сила. Это наш символ, это наша история, это то, что для нас действительно есть еще. Поэтому тут нет вопросов. А у вас есть какие-то эмоции, вот когда вы держите ее в руках, когда вы получаете? Да, что-то так холодок. Все чуть-чуть по коже пробегают, вот смотришь, как поют детишки. Ну, это вообще, это непредсказуемо, конечно. Это тяжело. Акция создана для того, чтобы напомнить всем о подвиге нашего народа. Ведь нашу победу у нас не отнять. Юные рязанские спортсмены, выполнившие нормы ГТО на высшем уровне, получили золотые значки из рук олимпийских чемпионов. Встреча состоялась в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды детям и молодежи России». По всей стране чемпионы встречались с теми, кто подает надежды. И на днях очередь дошла до рязанцев. В памяти многих болельщиков осталась потрясающая игра, когда после двух партий в матче первых сборных команд Советского Союза и Японии на Олимпийских играх в Мехико счет был 1-1. В третьей игра шла очко в очко. Напряженные нервы зрителей не выдерживали, что говорить об игроках. И вот тут-то и заиграла Нина Смолеева. Свободно, смело, неожиданно для соперниц. Ее пример зарядил всех игроков нашей сборной новой энергией. Команда выиграла третью, а затем и четвертую партию. А с ними и всю встречу. Тысячи зрителей, ставших свидетелями этой схватки, даже не догадывались, что Нина играла с поврежденным коленом. Болельщики любовались ее искусными передачами, безошибочной игрой в защите и неотразимыми ударами. Это уже после зарубежные журналисты стали называть Смолееву суперзвездой и мисс волейбол. Нина Смолеева из тех игроков, которые в трудную минуту готовы взять на себя ответственность и повести за собой остальных. Это, пожалуй, определяющая черта характера спортсменки. Это очень сложно. Я многие годы была комсоргом, потом капитаном команды сборной, команда еще тогда Советского Союза. Здесь нужно обязательно такое чувство локтя, так сказать, товарищей. Такой какой-то дружбы особенной и любви ко всем, кто тебя окружает. Потому что здесь сложности. У каждого свой характер, у каждого свой подход. И здесь надо многое перетерпеть. И надо сделать так, чтобы команда была единым, целым. Это все зависит от твоего внутреннего и воспитания, и твоей подготовки, и твоего отношения к твоему любимому виду спорта. Встреча, на которую приехали олимпийские чемпионы советской эпохи, для 20 юных рязанских спортсменов – мотивация. Ведь их спортивная карьера только началась. И как знать, может кто-то из присутствующих спустя несколько лет принесет стране очередные медали. Я занимаюсь лёгкой атлетикой второй год. Этим видом спорта занималась моя мама, поэтому я и выбрала его. Ну, этот вид спорта позволяет приобрести хорошую фигуру и добиться каких-то успехов. Я бегаю длинные дистанции, длинные и средние. Я выполнила третий взрослый разряд на 2000 метров. А впереди планы? Планы, конечно, выполнить, дойти хотя бы до КМС, кандидат-мастера спорта по лёгкой атлетике. Ну и, конечно, не забрасывать спорт. Встреча состоялась в рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды детям и молодёжи России». Великие спортсмены посещают города и веси нашей бескрайней Родины, чтобы поговорить с молодыми, подающими надежды спортсменами и добавить мотивации в их ежедневный непростой труд. Кроме областного центра, делегация посетила в Рязанской области Скопин и планирует встречу со спортсменами в Касимове. Город готовится к весне. Его убирают и озеленяют. Это горы мусора люди вынесли из парков и дворов. И, казалось бы, подержание чистоты вокруг в руках самих горожан. Но иногда спонтанные свалки выглядят просто абсурдно. И брошенные на улице обертки или пласти кажутся цветочками. По сравнению с тем, что увидела наша съемочная группа. В субботнике обошли стороной место, расположенное между поликлиникой в СИН и Рязанским автотранспортным техникумом. В районе улицы Полевой протекает река Лыбедь, которую сами же рязанцы захламили до такой степени, что из мусора здесь образовалось несколько плотин. Чего только здесь нет – старые колеса, стулья, диваны, покрышки, бутылки и даже холодильник. Находясь здесь, невольно напрашивается вопрос, как все это здесь оказалось. А ведь по мостику, проходящему через речку, ежедневно проходят люди, чьему взору открывается эта картина. Именно такие неравнодушные граждане обратились в редакцию нашей телекомпании с просьбой осветить проблему для дальнейшего ее решения. Здесь же среди этой свалки плавают дикие утки. В данном случае селезень перебирается от одной выброшенной деревянной конструкции к другой, чтобы подняться над водой и, скорее всего, отдохнуть. Вот так свой день проводят дикие животные у нас в Рязани. Вся эта плотина из бытового мусора создана руками человека. Примечательно, что река Лыбедь впадает в Аку. Конечно, основное загрязнение от этого мусора уже давно унесено дальше – через Аку в Волгу. Но оставшийся хлам продолжает разлагаться и каждый день отдает по частичке грязи нашим водоемам. Вообще, это место довольно странное. Большая часть отходов лежит на берегу. Неподалеку находится какое-то подвальное помещение с открытой дверью. Кто-то здесь же на берегу разводил костер, о чем говорят угли, встречающиеся на земле. Все это занимает огромную территорию. Суть в том, что если пока внимание на столь масштабную проблему не обратили власти города, то, возможно, об уборке стоит задуматься тем, кто находится в непосредственной близости от этой заваленной мусором реки. Часть свалки располагается и на территории Рязанского автотранспортного техникума. И, похоже, это никак не волнует тех, кто там работает или учится. В свою очередь, несколько организованных групп людей на территорию учебного учреждения в день этих съемок занимались репетицией строевой песни. Патриотизм – это, конечно, хорошо, однако, как известно, он должен проявляться и в реальной помощи своему городу, народу, стране. И большую бы пользу могли принести молодые ребята, позаботившиеся о природе и чистом воздухе рядом с собой в год экологии. А наша съемочная группа, в свою очередь, смогла бы оказать информационную поддержку при этой уборке. Велосипеды – транспортные средства, давно полюбившиеся европейцам и постепенно завоевывающие сердца наших соотечественников. Помимо экономии на бензине и техобслуживании, велосипед – это дополнительная кардиотренировка. Как выбрать себе двухколесного друга по душе, потребностям и по карману, разбирался Валерий Седов. Погода за окном с каждым днем становится все лучше и лучше. Из тесного рабочего офиса все скорее хочется попасть на улицу и насладиться теплом, особенно в связи с началом велосезона. Наверное, не все знают, что выбор велосипеда сродни выбору обуви. Каждый выбирает модель только под себя. Как рассказали нам в специализированном магазине, посетители часто спрашивают, есть ли в наличии такой, на котором и дочь сможет во дворе покататься, и мама в парк поехать. Конечно же, такого велосипеда не существует. Даже детские модели нужно выбирать вместе с ребенком. Большинство продаж приходится на детские велосипеды. Их подобрать, в принципе, несложно. Нужно знать рост ребенка и прийти непосредственно в магазин и сесть на предполагаемую модель. Детские велосипеды отличаются только по комплектации. На некоторые установлены корзины, сиденье для кукол или ручка для родителей. Переходным классом между взрослыми и детскими велосипедами являются юношеские модели. Они отличаются меньшим диаметром колеса и размером рамы. Такие велосипеды бывают и складными. Соединения в них довольно прочные и не стоит переживать за качество. С моделями для взрослых все обстоит куда сложнее. Здесь нужно определить цель покупки. Ведь разновидностей очень много. Горный хартейл, двухподвес, дорожный, шоссейный, гибридный. И только после этого уже можно переходить к росту. Самым популярным взрослым велосипедом является горный хартейл. Он подходит для использования как по асфальту, так и по пересеченной местности. Если человек не хочет горный велосипед, то он может выбрать обычный городской велосипед. Он не обладает амортизирующей вилкой, имеет более широкое седло и комфортный руль. То есть такие велосипеды можно отнести к классу комфорт. В горных же типах велосипедов есть амортизирующая вилка и облегченная рама. Покрышки таких моделей имеют более злой протектор, чем у обычных. Это обеспечивает лучшее сцепление с дорогой. Трюковые велосипеды кардинально отличаются от остальных. Например, у них вообще нет переключателя скоростей. А профессионалы и вовсе снимают тормоза. К тому же у них крепкая рама и больше спиц на колесах. Так что это один из самых крепких велосипедов. На них можно преодолевать кочки, трамплины и выполнять различные трюки. Но для обычной езды по городу такие велосипеды непригодны. Шоссейный велосипед отличается более пониженной точкой соприкосновения с асфальтом. Опять же более легкая рама и все оборудование нацелено на легкость. Шоссейный велосипед подходит только для ровного асфальта. К тому же руль у них довольно необычный. С ним наклон велосипедиста будет больше обычного для аэродинамичности. Чаще всего его берут спортсмены. Гибридный тип велосипедов предназначен как для асфальта, так и для пересеченной местности. Здесь большой диаметр колес, а также амортизирующий подсидельный штырь и руль, регулируемый по высоте. К тому же здесь более лысая резина для лучшего наката. Менее популярны двухподвесные велосипеды. Они обладают помимо переднего амортизатора, еще и задним амортизатором. Задний амортизатор смягчает неровности на дороге, но создает лишние колебания при езде, при педалировании. Его используют для того, чтобы кататься по лесу, корни и камни ему не страшны. Но при сильном педалировании у этой разновидности велосипедов возникает так называемый эффект дивана. И часть энергии велосипедиста уходит в никуда. Для асфальтовых дорог такая модель не предназначена. Но если лес на двухподвесе вы преодолеете, то в болоте он точно увязнет. На этот случай есть другая модель – футбайки. Ни грязь, ни снег не смогут остановить вас. К тому же, вопреки распространенному мнению, такая махина совсем не тяжелая. Из такого большого перечня велосипедов предстоит выбрать только один, который сможет удовлетворить основную цель. Так что, решитесь вы покорить лес, болото, горы или вовсе местный парк, на любой запрос всегда есть подходящий железный конь. Правда, если велосипед выбрать большого труда не составит, то покататься на нем получится не везде. В Рязани количество велодорожек можно пересчитать по пальцам одной руки. Первая находится на Лыбинском бульваре, а вторая – в сквере имени Александрова. Парадокс заключается в том, что велосипедисты на этих дорожках появляются крайне редко. Например, сейчас светит яркое солнце, а в сквере имени Александрова ни один велосипедист не нарушит спокойствие пешеходов. По велодорожкам ходят мамы с колясками, а порой здесь можно увидеть и детей на самокатах. По словам местного жителя, велосипедисты здесь все-таки появляются. В любом случае, каждый велосипедист должен помнить, что он такой же участник дорожного движения. Поэтому соблюдать правила нужно обязательно. К лету в центре Рязани появится 20 платных парковок. Завершить строительно-монтажные работы и тестирование оборудования планируют до конца мая. Создание всех парковок будет идти параллельно, а стоимость стоянки на них будет такой же, как и на двух уже действующих – 20 рублей в час. Конечно, это позволит хотя бы частично решить проблему невозможности припарковаться в центре города в час пик. А вот научиться пользоваться современными технологиями, возможно, стоит все-таки заранее. Ну а о том, что парковка платная, говорит знак, который сложно не заметить. Совсем скоро таких в нашем городе будет еще больше. Ну а пока попробуем выяснить, насколько это удобно и насколько это просто – поставить машину на платной парковке в нашем городе. Ну, для начала есть инструкция, наверное, для тех, кто вообще не понимает, что и как делается. Ну и первое, что я отсюда узнаю, это то, что в течение 15 минут мне нужно научиться пользоваться паркоматом. Для того, чтобы мне не получить штрафы и научиться пользоваться паркоматом, отведено целых 15 минут. В принципе, думаю, что этого достаточно. Прописаны и способы оплаты парковки. Через паркомат банковской картой можно отправить смс на короткий номер. Ну и есть мобильное приложение, которое называется «Парковки Рязани». Попробуем освоить паркомат. В принципе, на самом паркомате также есть инструкция и все достаточно понятно написано. Для начала нажимаем кнопочку «Старт». Для оплаты парковки нажмите цифру 1. У меня почему-то не нажимается. Почему у меня не нажимается? Нет. Введите номер парковочной зоны 101 или 102. Номер указан на паркомате. Номер 101. Введите номер регистрационного автомобиля «С». Номер 100. 80. 5. А. О. Так, где у него ОК? Галочка. 62. 20 рублей. Так, вставить банковскую карту, короче, да? В общем, как показала практика, даже производя подобные манипуляции впервые и даже будучи блондинкой, в общем-то, разобраться совсем не сложно. Впрочем, мнения паркующих сиризанцев разделились. Постоянные пользователи ценят преимущество платных парковочных мест. А вот тот, кто впервые окажется на улице Радищева или Проволыбецкой, все-таки должен иметь в запасе время и желание разобраться. Вот, насколько здесь легко и удобно парковаться из-за того, что платные парковки? Ну, я здесь работаю, поэтому да. А никаких проблем вот с паркоматами? С паркоматами нету, с близлежащими территориями есть проблемы, потому что все забито, все занято, невозможно вообще подъехать никуда. Ну, это очень сложно. И нет, у меня такого времени, чтобы все въезжать сюда и тратить на него свое время еще. Нет возможности посылать СМС, такой тариф. Я не знаю, что вам сказать. Поеду я во двор куда-нибудь, и все. Не только для проверки документов останавливали на этой неделе автомобили рязанские госавтоинспекторы. Некоторым, казалось бы, абсолютно законопослушным и ненарушающим правила ПДД автолюбителям, дорожные полицейские дарили губки и скидки на автомойки нашего города. В очередной раз в Рязани прошла акция «Чистый автомобиль». Пока в России нет штрафов за грязный автомобиль. Правда, если на машине неразличимы номера, то заплатить 500 рублей все-таки придется. Ну а если водитель перед выездом протрет только госзнаки, то на чистоту самой машины сотрудники ДПС обращать внимание не будут. Поэтому грязные авто продолжают колесить по улицам нашего города. И сегодня совместно с инспекторами ДПС вновь проходит акция под названием «Чистый автомобиль». Мы все привыкли жить в чистом городе, но пора нужно начать с себя. И мы предлагаем сегодня рязанцам помыть свои машины. Причем предлагаем два способа. Дарим всем рязанцам мочалки, чтобы они помыли ее сами. Или же там, да, опять же, вместо администрации города Рязани подготовили все сертификаты на скидки в 30% в ряд автомоечных комплексов, в которых они тоже могут помыть свои машины. Для этой акции закупили около 500 губок для мытья автомобилей. Также активисты раздают сертификаты, которые дают дополнительную 30% скидку на 9 автомойках нашего города. Таких сертификатов также около 500. Водители с большим удовольствием получают все подарки от участников акции. Здравствуйте, лейтенант, полиция Буракович. Акция проходит «Чистый автомобиль». Здравствуйте. Сегодня проходит акция «Чистый автомобиль». Мы предлагаем вам сертификат для мытья вашей машины и губку. Позарок. Спасибо. Всегда приятно идти по чистым городским улицам. Правда, красивые виды могут испортить не только некоторые неубранные дворики, но и грязные автомобили. Такие водители создают неприятное впечатление о самом городе в целом. Я думаю, что чистые машины нужны чистые для внешнего облика нашего города. Но, в принципе, если машина чистая, то, значит, хозяин чистопотный, значит, он не кидает мусор, где попало. Ну, я считаю, что, во всяком случае, это как-то красиво, во всяком случае, чистота показывает о чистоте города. Вы знаете, я гость этого города. Я не знаю. Конечно, желательно, чтобы они были чистыми и украшали город, а не грязью своей. Это красота, в конце концов. Чисто, хорошо, красиво. Во-первых, это экология. Лучше улучшает экологию города. И вообще, визуально приятно на это смотреть. А когда машина ездит, едет всех в грязи, ну, как-то это не так. Красота нашего города зависит не от того, как часто служба благоустройства убирает улицы, а от нас самих. Торжественный запуск фонтанов в Рязани состоится 1 мая. Всего в нашем городе их 7. На площадях Театральная, Победа и Соборная. Два фонтана на площади Ленина, один на Московском шоссе. И впервые после долгого перерыва будет запущен фонтан на Лыбецком бульваре. Радовать рязанцев все они будут ежедневно и до окончания сезона. Один из фонтанов после зимнего перерыва запустили, не дожидаясь 1 мая. А присутствовал при этом Валерий Седов. С каждым днем лето торопится в наш город. Его приближение ощущается все острее. И сегодня зазвонил один из главных летних колокольчиков. Началось заполнение чаш всех семи фонтанов нашего города. К тому же во второй половине лета рязанцев ждет сюрприз. Появится еще один. Отреставрируют старый фонтан перед цирком. Его работу можно будет увидеть уже во второй половине лета. Пробный запуск всех семи источников пройдет уже в эту пятницу. А сами фонтаны начнут функционировать с 1 мая. Их запустят в 8 часов утра, если позволит погода. За время зимы было проверено все оборудование. Отремонтированы насосы, почищены все форсунки. На прошлой неделе были отмыты чаши фонтанов после зимы. Обран мусор. На протяжении всего времени работы фонтанов их чаши будут обрабатываться раз в две недели. Также в этот период будет полностью сливаться вода и меняться на новую. А мусор, который люди бросают в чаши, будет убираться ежедневно. В воду также будут добавлять специальный реагент, который предотвращает образование водного камня на форсунках и в самих чашах. Поэтому, если лето будет жарким, залезать фонтаной все же настоятельно не рекомендуется. Также не стоит подпускать к ним детей. Летом фонтаны города будут настоящим произведением искусства, на которое просто приятно смотреть. На этом пока все. Смотрите новости также на сайте город62.тв. Прощаемся с вами пока что до вторника и отличных выходных. Субтитры подогнал «Симон»